Внимание, третий на выезд, розлив аммиака. Утечка аммиачной жидкости на одном из городских предприятий, ситуация вполне реальная. Поэтому ее отработка требует серьезного подхода. На месте происшествия разворачивается пункт связи, прибывает машина медицины катастроф, работает пожарная служба. По легенде, которую придумали заранее, есть даже пострадавший. После оказания ему первой помощи специалисты берутся за ликвидацию аварии. В реальности, не дай бог, конечно, такое будет. Мы справимся. За работой сотрудников МЧС наблюдают начальство и представители правительства. По итогам учения они оценят работу сил гражданской обороны и передадут результаты в федеральный центр. Поэтому для рядового сотрудника это не просто тренировка, это очередная проверка на профпригодность. Недостатков, которые бы требовали моего вмешательства для прекращения данных учений, нет. Есть, конечно, небольшие недочеты, которые связаны с текущей работой. Но как итог данных практических мероприятий делаю вывод, что мы к решению таких проблем готовы. Свою готовность показали специалисты и в другой части города, где развернулся передвижной пункт выдачи вещей. Резиновые сапоги, лопаты, керосиновые лампы и постельное белье. В этих палатках все, что может понадобиться сотрудникам МЧС для организации работы с местным населением. Это халат. ХБ, они темные, темного цвета. Тоже одеваются при выдаче. Это фартуки при работе с зараженными вещами, возможно, да. Но тоже одеваются. Резиновые перчатки работают, если, допустим, одежда подвиглась к заражению. Масштабные учения разворачиваются в России уже второй год подряд. И приурочены они к Дню Гражданской обороны. Кстати, только в Бурятии его празднуют более 30 тысяч человек. Это значит, что именно столько людей готово прийти на помощь в трудную минуту. Наталья Окладникова, Алдар Дамбаев, Первая Альтернативная.